ох уж этот наутил как он меня достал каждый год что-то не то что-то не так вот пшеница после подсолнечника с осени такая шикарная все тут хорошо все замечательно пришла весна азота мало дай азот влаги мало того он мало этого мало пилильщики шмелильщики чего тут только нет ох уж этот наутил зачем я с тобой связался вот что еще надо 170 миллиметров показывает нам метеостанция в год должно все вырасти должно все быть хорошо нет трещины все горит голос никакой зачем он мне нужен работай себе спокойно на парах и радуйся нет захотелось наутила вот пожалуйста переходим через посадку все замечательно у соседей все растет ох уж этот наутил откуда ты взялся на мою голову вот паровое поле все замечательно все красиво респект вам мужики все хорошо вот пшеница по одно место как говорится все хорошо вон ничего не горит все замечательно голос что еще надо зачем этот наутил все прекрасно 40 ребята уберут и будут радоваться будут поднимать арендную плату будут брать новую технику а у меня этот наутил вот пожалуйста уже даже зашел вглубь еще лучше вот стоит аж синяя цветом ох уж этот наутил все продаю комплексы покупаю культиваторы и возвращаюсь никакого наутила нету разницы между классикой и наутилом только один геморрой па-бам испугались не дождетесь никогда мы не бросим этот наутил потому что есть свои плюсы и есть свои минусы я и прошлом говорил году что предшественник подсолнечник самый худший для пшеницы но все в оборот не поменяешь сразу так раз в прошлом году там 40 процентов было подсолнечника вот даже возьмем среднем 15-17 центнеров по этой цене мы еще до сих пор не продали его вот посчитайте экономику что такое наутил а все упирается в том что надо все-таки соблюдать все в оборот я выпущу сегодня завтра видео по поводу зимующего гороха как он зашел после подсолнечника я сейчас считаю что это это как раз та культура которую можно после подсолнечника сей так вот приехал вам показать вот за мной нифига они паровая пшеница тоже себя отлично чувствует буквально тут напрямик полтора километра от того участка где только что плакался что у меня наутил эта херня вот смотрите сами вот пшеница сорт губернатор дона предшественник горох норма высева два с половиной миллиона 50 килограмм амафоса посев был произведен 24 сентября далее мы здесь 100 килограмм селитры и 150 килограмм сульфат аммония больше здесь ничего не давалось ничего не делалось одна гербицидная обработка и все ни фунгицидов ни инсектицидов здесь ничего не было да есть проблемы вот есть злаковый сорнячок есть здесь до сих пор растительные остатки еще позапрошлогодние здесь мы позапрошлом году косили пшеницу 62 центнера тоже был этот же сорт губернатор дона но здесь мы косили обычной жадкой какой здесь отчется не было вот это солома горох ее не взял не переработал гороха здесь было 12 центнеров вы теперь здесь можно считать экономику если мы здесь уберем 40 допустим пшеницы с нашими ценами на пшеницу и если разделить на два года то подсолнечник хочу вам сказать что на сегодняшний день интересней как бы там ни было все идем за экономикой а выводы делать вам дорогие друзья а так все раз говорю что надо соблюдать все в оборот после подсолнечника сеять кому-то кукурузу кому-то ну ни в коем случае не сеять пшеницу я думаю год на год тоже не зайдет а так но я не вижу здесь что сильно она тут страдает или хуже чем на том пару у соседей ну вот так дорогие друзья хотелось показать вам какая она ситуация происходит наших полях кто-то до сих пор не может отсеяться не дает влага у нас вот уже все сохнет горит но сейчас поедем еще посмотрим наш ячмень как себя чувствует в эту засуху ячмень и все увидим так вот еще раз вам сниму покажу вот я кайфую это наутил ребята вот дорогие друзья мы приехали еще на один наутил такой вот у нас ячмень сорт луран норма два с половиной миллиона предшественник зимующий горох ячменям скажу хочу сказать везет в этом году влаги хватает за год ячменя такой мне выше пупка моим метр восемьдесят шесть ростом и честно скажу я его кайфуют глаз хочу здесь после него попробовать посеять пожнивный подсолнечник по-любому какие-то дождички пойдут здесь у нас лг 5555 который считается супер ранний я думаю поочесу он как раз будет самое оно и это все наутил я не хочу никого там осуждать у каждого свой путь просто когда показывают поля там да и у меня есть плохие поля я их все показываю если хорошие я никого не принуждаю у каждого свой путь кому-то хочется по классике пускай работает тоже работал и есть поля которые я завожу через классику никто от этого не застрахован просто судить из-за одного говорит что это не работает не надо куча знакомых которые работают по классике довольно успешное хозяйство они говорят нас это все устраивает мы не будем переходить и это их выбор я их еще раз говорю я их не осуждаю но мы как бы над друг другом не прикалываемся говорится они ко мне приезжают я к ним езжу ничего здесь что когда выходят такие видосы ставлю в описании ссылку с чего меня проверило такое видео снять честно скажу так вот пожалуйста не все хорошо сразу говорю не все есть и у наутила свои нюансы я не спорю но тут надо подойти ко всему системно наутил не прощает ошибок все на классике можно там задисковать закультивировать тут здесь нет здесь такого не получится здесь надо 10 раз подумать и один раз сделать тут четвертый год что думаешь каждый год все все равно есть свои нюансы где-то там раньше выехал сеять где-то наоборот опоздал оно такое не прощает так что всем спасибо за внимание до скорых встреч я думаю будет жарко сейчас комментарии посыпятся но ничего всем мира добра здоровья удачи спасибо 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 что